Приветствую вас и попробуем подумать, что толкнуло людей на то, чтобы называть вас неприличным словом. Толкнуло людей на это понятное сплетни. Сплетни являются следствием чего? Отсутствие какой-либо интересной жизни у самих людей – это первое. И второе – это ваше поведение, которое при желании можно тактовать как угодно, в зависимости от одного настроения и в зависимости от другого, достаточно плохого и хорошего. И соответственно, если людям нечего больше делать, если людей нет в своей жизни, если людям нужно посплетничать, они всегда найдут объект для подобного времяпроводения. И то, что вы попались, и то, что вы попались им на крючок, на их распоряжание – это скорее случай. И вы, лично вы в этом не виноваты, вы не сделали ничего такого, что позволяло бы вас называть таким словом. Но, тем не менее, вас называют. И вы никогда не сможете доказать этим людям, что они не правы. Просто потому, что их это не волнует. Их не беспокоит тот факт, что вы не правы. Их вообще не беспокоит ничего, кроме собственных желаний и целей. А для их собственных желаний и целей нужно кому-то промывать косточки. И в данном случае этим человеком выступаете именно вы. Что нужно делать для того, чтобы не реагировать на подобные высказывания? Ну, и нам опять понять, что такие люди очень несчастны. Вот, счастливые люди никогда не будут интересоваться своей жизнью, летнее и так далее. Просто потому, что им это не нужно дальше. Они счастливы, у них все хорошо. Они довольны своей жизнью. У них все схвачат, все на месте. У них есть плотная работа, рабочий гаджик. Знаете, им энергии будет жалко. Надо, чтобы потратить ее на кого-то другого. У них есть любимые люди. Есть объект для приглашения своей энергии. Что-то они этого не делают. Что-то они этим не занимаются. Обращая внимание на других людей, сейчас не ценовал. Но в вашей задумке, то у них есть проблемы. Проблемы довольно серьезные. Довольно обширные, постоянные, бытовые. Это значит, что такие люди являются бедными, достойными жалостями. И именно это вам нужно сделать. Пожалеть этих людей. Для себя решить, что они не жива. Ведь у них нет своей фиги. У них ничего нет. Поэтому они промывают косточки в храм. А мы гораздо более, лучше, мудрее их. И поэтому они вам завидуют. Именно зависть рождает такое отношение. Если есть о чем сплетничать, значит это хорошо. В любом случае, вы превосходите этих людей. А на тех, кого вы превосходите, на тех, кого вы лучше, не обижаются. Просто потому, что категория разная. Далее, хочется сказать, что по поводу следующего, что вы писали. Еще, вы любили Барния долгое время. Не знаете, что он права думает. Любиво. Обидно, что все-таки я никого не осуждаю. Меня... Почему меня это было? Я осуждаю. Значит, вы пишите про любовь к мужчине и... Говорите, что не знаете, что он про вас думает. Это наводит на определенное размышление. Какого плана? Если вы любите мужчину, то ничего плохого нет в том, если вы признаетесь ему. Так вы, в принципе, и узнаете, что он о вас думает. Признаетесь. Но вы не признались ему. Поэтому не знаете, что он о вас думает. Рественно, вы не уверены в себе. Не уверены в себе. Говорит о низкой самооценке. О сомнениях. И так далее. И так далее. И вот именно в этом будет и крыться ваша проблема. Проблема в низкой самооценке в комплексах. Если это так, то необходимо проработать причины вашей низкой самооценки и ее повышать. Как повышать? Повышать постановку своих целей собственных, личных. И выполнение их. Олюблением целей на задачи. И выполнением этих задач. Когда вы увидите успех от своих действий. Когда вы поймете, что вы способны на что-то. Ваша самооценка начнет увеличиваться. А если вы увидите, что вы достойный человек. Что вы хороший человек. Что вы способный человек. Это значит, что вы достойны лучших лучших. Это значит, что вы ничем не хуже, как минимум других людей. Для того, чтобы ставить цели и выполнять их, нужно определиться с вашими желаниями и с мотивацией. Расширение мотивационного поля. Важный момент. Важный аспект для осуществления успешной деятельности. Именно успешная деятельность поможет вам обрести ту самую уверенность в себе. Которая мешает общаться с людьми честно, откровенно и выражать свои чувства. Это с внешней стороны. А с внутренней стороны нужно понять, откуда у вас заниженная самооценка. Кто ее сформировал вам. И устранить эти причины. И тогда у вас все будет хорошо. На злые языки внимания вы обращать не будете. Будете слушать только себя. Свои желания. И идти к целям, которые сами себе поставите. И которые будут иметь для вас определяющее, решающее значение. А люди, которые оценят вас предоставлено, что будут вам дороги. А те, кто не оценит, будут для вас пустым местом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благобарен.